От первого лица о самом важном. Здравствуйте, меня зовут Евгения Кострица. Связь поколений – тема, которая сегодня в свете патриотического воспитания вновь стала актуальна. А все потому, что молодежи в нашем стремительно меняющемся мире важно иметь точку опоры. Ее необходимо искать именно в опыте наших предков, сохраняя историческую память народа. Почему без прошлого нет будущего, рассказал председатель Совета ветеранов Мордовии Иван Цыганок. У нас этот год юбилейный, его ветеранской организации, 21 марта 1987 года, вот с того времени прошло 35 лет, это юбилей, мы по возрасту очень молодые ветераны. У нас мы отмечаем юбилей. Проходят большие мероприятия в школах, в институтах, в техникумах. Значит, мы честны ветеранов, проводим торжественные, прошел торжественный пленум наш ветеранской организации Мордовии. Прошли в районах встречи с молодежью, на которых мы почти более тысячи наших ветеранов и молодежи, и юноши и девушек, кто помогает очень вместе с нами, наградили наградами, ценными подарками. Главная задача наша состоит в том, чтобы окружить заботой наших ветеранов, чтобы не были в одиночестве. Проявить заботу, чтобы медицинское обслуживание, министерство, ведомство, чтобы социальные выплаты вовремя давали, чтобы, значит, где землю скопать, где подремонтировать заборы, где доставить продукты, наши волонтеры. Где это все, вот отстоять интересы ветеранов, помочь им, чтобы они чувствовали, с одной стороны, огромную заботу ветеранской организации и всех наших институтов, которые обязаны проявить заботу о старшем поколении. Другая сторона наша – это вовлечь ветеранов в активную общественную жизнь. Молодежь у нас очень прекрасная, очень хорошая. Это будущее. Все, что будет у нас в будущем, какой будет наша держава, страна, зависит от сегодняшних юношей девушек, кому 18, там, 40-50 лет. Но надо, наверное, согласиться, что за эти годы мы многое потеряли. Кинофильмы, которые мы с вами смотрели, «Азори здесь тихие», «Молодых гвардейцев» фильмы были, «Офицеры» и еще тысячи-тысячи фильмов. Каждый фильм он воспитывал о десантниках. Он воспитывал. И не просто смотрели, ходили классами коллективно смотреть. После еще, приходя в школу, обсуждали, писали сочинения. «А как вы воспринимали этот фильм?» А это откладывало отпечаток в сердцах людей. Произведения были книги. Мы читали, книги читали, обсуждали. Я бы сказал, нужно взять все лучшее, что было в истории нашего российского государства до революции. В 70 лет мы жили при советской власти, накоплен громадный опыт. За эти 30 лет мы плюсы есть и есть свои издержки. Надо сегодня взять все это вооружение со школы. Гимн – это хорошо мы исполняем начало, что сегодня в школе. Хорошо, что появились заучи, значит, воспитатели по воспитательной работе. Но нужно, чтобы дойти до ребенка. И семья должна тоже очень воспитывать. Чтобы воспитать патриотов, надо сегодня начать с семьи, начать со школы. Перестроить всю систему. И я хочу сказать, это должна быть система. Не просто один раз провести зорницу. Не просто провести орленок, не просто в пленевском лагере они побыли. А это должна быть система целого государства, снизу до вверх, которая бы воспитывала молодого человека и не давала зарасти сорняком их душ. Патриотизм – это и любовь к семье, и любовь к своему дому, и к малой родине. Это помочь, патриотизм помочь слабому. Не быть равнодушным, когда видишь беду другого. А самое главное – это тот духовный стержень, который должен быть в каждой молодежи, и в трудное время, когда приходит, чтобы вот лучшие черты, человеческие черты характера юноши, чтобы они проявились в плане защиты своей Родины. Правильно вот сказали, я вот слова еще хочу сказать, что великий философ русский Ильин, он сказал, общество, лишенное патриотизма, обращено на погибель. Одна из главных тоже наших задач – не дать погаснуть памяти. Памяти об истории нашей страны, о Великой Отечественной, о героях, которые, о тех солдатах, офицерах, о тружениках тыла, которые, если не будет памяти, мы не будем знать. Сегодня, к сожалению, спросишь у отдельного молодого человека, скажите, о Зойко Смодиямске, кто была, Алексея Петровича и летчики наши, Моресевы, герои Советского Союза, о героях Мордовии, Зайцева, Борис Михайлович. О наших памятниках у нас астрономам стоит, которые погибли на территории Мордовии. Что это за люди? Кто были люди? Вот, чтобы не угасла память, и чтобы она жила в сердце каждого молодого человека, наш совет ветеранов, я хочу сказать, мы все ветераны много делаем. Вот, проведу небольшой пример, в частности, по мульковичной памяти о строительстве сурского рубежа. Прошлый год и сегодняшний – это как раз та огромная работа, которую проводят ветеранские организации в школах, в институтах. Вся атмосфера прорезана, чтобы об этом подвиге знала наша молодежь. Ведь 70 тысяч бывших колхозников, которые только убрали урожай дома, у себя убрали, дети, старики, женщины пришли строить рубежи. Враг стоял у Москвы. И за полтора месяца 80 километров были построены в тяжелейших условиях. Я хочу сказать, что уже готов в проект скульптуры строителям сурского рубежа, нашим героям, труженикам тыла, который будет, я думаю, сейчас все делается для того, чтобы мы к 80-летию, это прекрасный, значит, памятник, был воздвигнут на сурском рубеже. Сейчас в этой работе много делается, и правительство помогает в этом плане, чтобы уникалечить в памяти. Мы должны воспитывать, конечно, на героев Великой Отечественной и страны, и Мордовии, но надо больше воспитывать, например, жизни своего поселка, своей деревни, хотя многие уже и деревни исчезли. Вот я хочу сказать, в свое время мы очень много делали по уковечению памяти, когда я работал в Комсомоле, Татьяне Бибиной. Сегодня вот спроси молодого человека, кто такая Татьяна Бибинова, что она какой подвиг совершила. Она бессмертный подвиг совершила. Она, когда начался ураган, она была крановщицей, и она увидела, что стрела крана нависла над баней, где люди были, много людей. Она вот хотела спуститься, поставила кран на стоп и спускалась. Но когда она увидела, что вот-вот он рухнет, она поднялась наверх, отвела кран, но ветер, ураган сдул, и она погибла. Вот мы многое делали. И вот, скажем, о нашей герое и труда, скажем, в Вардатовском районе Суешов Иван Иванович, в Ватяшевском районе героиня и доярка Бурова Вера Дмитриевна, Дементьева Галя в Вардатовском районе, в Ковылкинском, в Красноботском у нас свои герои. Скажем, в Ватяшевском районе два председателя, Герои Советского Союза. Всю ветеранская организация, как говорится, поднимали на дыбы, чтобы возродить по-настоящему кадетское движение в Республике Мордовия. В свое время у нас отряд кадетский был 4 тысячи бойцов в Республике, в 38 школах. Кадеты это у нас были, как вы помните, это корпуса еще при царях-государях, и брат царя Николая был главным попечитель кадетского движения в России. Это были самые, готовили в них офицеров, лучших офицеров в мире. И когда началась революция, многие кадетские наши корпуса, они уехали за границу, сохранили верность России. Вот поэтому кадетское движение, скажем, Суворовское наше училище, Нахимовское училище, это та форма. В Мордовии кадетское движение у нас, оно пошло снизу. Это был в сентябре 2000 года, когда в лицее номер 26 был создан первый кадетский класс. Потом был создан попечительский совет, который объединил эту работу в Министерство образования. И сегодня, к сожалению, попечительский совет кадетского движения, он как-то угас, исчез по ряду обстоятельств. И мы сейчас стоим за то, и в ближайшее время будет подготовлен указ. Нас Сдунов, значит, Артём Алексеевич поддержал, правительство поддержало, и мы эту работу хотим поднять на новый уровень. Тем более, сегодня, а кадет-выпускник, один циклассник, это, я всегда говорю, это примерно курсант, который закончил два года военного училища. По своей подготовке, по своей подтянутости, по своему благородству, по духовному богатству. Это патриот. Пусть не все из них будут военные, но большинство из них – граждане. Он придёт в любую минуту на защиту доброты, правды и честности. Ветераны – это наш фундамент, наше общество. Это золотой фонд. Это люди, которые обладают богатейшим опытом. Это люди, которые отдали всё ради славы своего Отечества. Они передают свой жизненный опыт, своё горение душе. Вот частицу того жара, того костра, который в сердце, они молоды душой ветеранов. И всё это, вот эта душевная чистоту, красоту, богатство мира, верность Родине, мужество, силу духа, не поддаваться слабостям – это вот всё мы передаём нашим поколениям, нашим детям, передаём нашей дорогой молодёжи. Я думаю, что молодёжь, она понимает это и делает, и сделает всё для того, чтобы защитить наше сегодня-сегодня и детство счастливое, и нас, пенсионеров. Казалось бы, патриотизм и уважение к старшим – само собой разумеющееся понятие. Но о них нужно говорить, потому что это разговоры о важном. На этом всё. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова